Всем привет! Это программа «В путь» и я Арсений Декусар. Мы в центре Григорьевского района и говорить сегодня будем о немцах. Гутен так! Сен танк! И хайс Арсений! У них лидер! Очень приятно! Когда-то в Приднестровье появились немецкие поселения, и мы решили разобраться в их истории. Здравствуйте, дорогие гости! Это что такое? Что за блюдо? Мы сегодня вас встречаем настоящим немецким пирогом. Называется он Кухен. В меру сладкий, не приторный. Пытаюсь понять, как будто какое-то фруктовое наполнение здесь внутри присутствует. Расскажите про эту телегу. Она принадлежала действительно колонистам? Да, именно немецким колонистам принадлежала. Досталась в нашей школе от немки, которая здесь долгое время жила. Это еще довоенный патруль. Это современный центр поселка Глиноя. Здесь, в общем-то, все объекты инфраструктуры. Там сельский совет, там чуть дальше школа, дом культуры, позади меня магазин. При немцах здесь, по сути, тоже было сосредоточение таких основных объектов. Мы объехали все три населенных пункта, где раньше были немецкие поселения. Глюк, Стальнойдорф и Бергдорф, чтобы по крупицам воссоздать жизнь колонистов. Когда строили новые дома, находили танки? Клады? Ну, легенды у нас, конечно, ходят. Про то, что у нас и подземные ходы есть, и клады тут есть. Я в немецкую школу ходил здесь. Три года, да. А то мне в 41-м году 7 лет исполнилось. Надо в школу идти. Отец говорит, иди, учись. Меня не выгоняли, я и учился три года. И что, вы знали немецкий или нет? Вот тогда, в детстве. Ну, конечно, я русский, и то не знал. Когда-то в Бергдорфе была сыроварная. Сейчас тем, кто решит отправиться по немецкому маршруту, предлагают отведать домашнего на 100% натурального сыра. Приближенное к естественным условиям, без покупных ферментов, заквасок. Потому что в магазине какой у нас сыр? Молоко пастеризуют и убивают в молоке все. И уже искусственно выращенные бактерии, закваски, ферменты добавляют, чтобы придать сыру вкус, придать ему аромат. Здесь в данном случае? В данном случае чистое молоко. Фермент, который мы делаем сами. Будет вкусно и интересно путешествие в прошлое уже сегодня вечером, сразу после Кэба.